Продолжение следует... И времени у меня очень мало. Сегодня единственный свободный день на неделе. И если не сделаю видео сейчас, то уже не получится его сделать никогда. Честно, весь день ждала, когда появится возможность. Ремонт не прекращается, поэтому вот еще чуть-чуть и будет закат, и вы уже ничего не увидите, поэтому делаю сейчас. Извиняюсь. Значит, тени Sigma выглядят вот так. Их я не покупала, мне их прислали на ревью. У Sigma есть такая система, что когда у вашего канала на YouTube, либо вашего блога появляется определенное количество подписчиков, вы имеете право получить от них подарок. Вот, собственно, на этот подарок я и подала заявку, и это уже второй и последний мой подарок от Sigma. И первый был щетка для очистки кожи. Очень многие, я думаю, смотрели это видео. Я выбрала палетку нейтральных тонов. Вот так она называется. Bare. То есть едва. По-английски это слово означает едва, чуть-чуть. Так, постараюсь вас не слепить. И вот такие вот в ней цвета. Даже, наверное, лучше вот так вот буду показывать. Это очень офисная, очень спокойная гамма. Я специально выбрала ее, потому что таких цветов у меня не очень много. И я видела по свочам, что у ярких оттенков одна палетка в теплой гамме и другая палетка в холодной гамме. Пигментация получше, чем вот у этих. Но мне захотелось попробовать именно вот эту, потому что на нее ревью как-то меньше на зарубежном ютубе. И, собственно, вот мои мысли на нее. Первое. Идет это все вот в такой вот упаковке. Здесь картонная такая вот сначала коробочка, просто такой кейс, как бы. И открываются сами тени с магнитной, очень-очень сильным магнитом, такой вот как бы застежечкой, заклепкой магнитной. Здесь вот у нас зеркало. Сама палетка очень большая. В длину она 22 см. И вот так вот она выглядит вместе с Naked. И это на самом деле абсурдно, потому что вот палетка от Sigma намного-намного толще и, в принципе, даже больше. И Sigma эту свою оплошность пытается устранить. В новых сериях, скажем так, в новых выпусках эти палетки они сделали поменьше. Палетка довольно тяжелая. И мне на самом деле не очень нравится. Она такая, как бы, у нее хороший магнит, это плюс. И у нее большое довольно зеркало. Но она тоже картонная. То есть она тяжелая. Там, наверное, внутри какой-то пластик. Но снаружи она вся картонная. И это выглядит не очень, как бы, не очень дорого, я бы так сказала. Это выглядит довольно дешево. Наверное, так правильно. И проблема в том, что если она у нас такая вот бумажная, фактически, она очень пачкается. То есть вы можете видеть, я ее использовала раз в пять, наверное, и она уже перепачкана вот здесь. И бумагу очень сложно очистить от этого. Вот такая вот нейтральная растяжка цветов в этой палетке. И я думаю, что создатели придумали ее как дополнение к Naked от Urban Decay. Либо на альтернативу, но я не скажу, что пародию. Потому что они очень отличаются. В Naked, как известно, очень много теплых тонов, таких золотистых и бронзовых. Очень много шиммера. То есть она немного сложновата в дневных макияжах. То есть она слишком шиммерная, не хватает матовых оттенков. Если не сделали в основном матовые оттенки, то они, наверное, решили, что ошибки Naked они учтут. Но здесь зато, наоборот, нет таких более сильно блестящих оттенков, кроме светлого. Сейчас мой макияж глаз выполнен полностью этими тенями. И здесь у меня четыре оттенка. Буду вам рассказывать по ходу. К сожалению, не успеваю записать макияж примерно такой или подобный. Со временем он обязательно будет, но просто сейчас у меня нет времени. Просто сейчас на моих глазах вот эта палетка и буду вам рассказывать. Вот этот тон самый светлый. Это бледный такой тон кожи с шиммером. Сейчас он у меня на веке. Дальше второй тон. Это матовый бежевый. Такой же светлый, но матовый. Он у меня под бровью. Он мне по качеству, наверное, меньше всех палетки нравится. За счет того, что он немного пудровый такой, меловой. Но зато он пигментированный. В принципе, это неплохо. Значит, дальше золотистый, но не очень насыщенный тон. Это... Он намного бледнее, чем палетки Naked золотистые оттенки. Не такой, как бы, яркий, насыщенный. Он приглушенный. Дальше очень приглушенная бронза. Такой сатиновый оттенок. Дальше оттенок коричневый матовый. Им сегодня у меня сделаны брови и складка века. Вот то, что у меня на косточке затемнено. Дальше серый, такой темно-серый. Дальше черный матовый. И им сегодня у меня сделана подводка. И черный с блестками. По качеству тени мне напоминают тени джинс. То есть, если вам не нравятся тени джинс, вам не понравятся эти тени. Если вам нравятся тени джинс, то вот эти вот тени есть смысл покупать. И, скорее всего, они вам понравятся. То есть, они пигментированные, но они сыпятся. В отличие, например, от мак, которые практически не сыпятся. По крайней мере, оттенки, которые у меня. Вот эти вот осыпаются так же, как и джинс. И некоторые оттенки кажутся немного меловыми. И я вам покажу свотч, прямо сделанный во время видео. Потому что мне немножко не нравится то, что редко мы видим именно с этими палетками свотчи в реальном времени. И сейчас вот сделаю свотчи, и пока вам буду рассказывать. Значит, извините, если это будет неудобный формат. Ну, посмотрим, в общем. Если этого получится. Вот набираю вот таким вот образом и провожу. Вот уже два цвета сделала свотч, вот третий. Я не знаю, будет ли вам видно, но когда я набираю тени, получаются такие вот, как бы, с кустки то, что может осыпаться. То есть, под эти тени обязательно. Если вы используете эти тени, обязательно нужно наносить базу. Первый раз, когда я их попробовала, я была дико разочарована. Потому что я наносила их без базы. И получились довольно меловые оттенки. И легли у меня неровно. Если наносить тени на базу, то результат будет неплохой. Сегодня у меня без базы в обычном понимании. У меня просто консилер под ними. И макияж я сделала часов, наверное, пять назад. Ну и пока более-менее держится. Не очень скатываются за счет того, что они суховаты. Вот так вот выглядит свотч. В общем, очень приглушенные, очень спокойные цвета. И, в принципе, реально сделать любой практически дневной макияж с такими цветами. Ну и пару вариантов вечерних тоже возможны. Потому что здесь есть и блестящий, и матовый черный цвет, и блестящий, и матовый светлый цвет. Значит, средние вот эти вот цвета, они имеют тенденцию осыпаться. Поэтому макияж придется наносить либо сначала макияж глаз, потом макияж лица. Либо сделать макияж лица, положить рассыпчатую пудру, потом делать макияж. Вот это вот такой вот большой минус значительный, но цвета очень хорошо подобраны и очень носибельные, очень офисные. В общем-то, я бы, наверное, тем, кто новичок в макияже и ограничен рамками офиса, офисного макияжа и офисных требований, вот это я могла бы посоветовать. Тем, кто любит тени джинс и любит такую вот текстуру, такое качество. Наверное, подойдет тем девушкам, у которых есть Naked, и их очень устраивают цвета в Naked, но не устраивает большое количество шиммера. Если вы прям фанатка нюдового макияжа, то вот эта вот палетка будет дополнением к Naked, и в таком случае проблем у вас с макияжем уже не будет, потому что будет много матовых и спокойных цветов, но в похожей такой приглушенной гамме. Ссылку на Figma и вот эту конкретную палетку и цену, конечно, я оставлю внизу. В общем-то, именно для тех, кто любит спокойные макияжи, это неплохая покупка. Для тех, кто, как я, любит какие-то экстремальные макияжи, может быть, это не так полезно, но тем не менее. Вот портит все, на мой взгляд, упаковка, она действительно громоздкая. Как обычно, очень прошу всех владелец этой палетки, либо других цветов теней Sigma, написать свои впечатления о ней и советуйте вы их другим или не советуете, довольны ли вы покупкой. Ну и всем большое спасибо за просмотр, фото, как всегда, на блоге, и всем пока! Значит, она называется Bear, 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 Bear. Субтитры сделал DimaTorzok